Глава Северского района Андрей Дорошевский в рамках рабочего объезда посетил объекты социальной инфраструктуры Черноморского городского поселения. Первым делом руководитель муниципалитета осмотрел местный стадион спортивной школы номер 3. Более 400 ребят занимаются здесь футболом. Есть площадка для сдачи норм ГТО. В целом чисто и аккуратно, однако существует ряд глобальных проблем. За счет средств районного бюджета для спортивной школы приобрели и установили три блок-комнаты – пост охраны, туалеты, душевые, медпункт и служебное помещение. В ближайшее время здесь проведут модернизацию водоснабжения и канализации. Кроме того, установят систему видеонаблюдения. Посетил глава детскую школу искусств имени Владимира Сергеенко. Обучаются здесь более 300 одаренных ребят. Школа отвечает всем нормам безопасности. Из районного бюджета выделили средства и заменили старое ограждение. Поменяли секции и установили автоматические ворота, подключенные к противопожарной системе. При поступлении сигнала они откроются автоматически. Проинспектировал Андрей Дорошевский и ведущиеся работы по строительству двух модульных котельных в поселке Черноморском – Медсанчасть и Центральная. Обеспечивать теплом они будут, жилые дома и социальные объекты. Обе котельные обещают сдать в эксплуатацию уже в скором времени. Вместе с главой поселения Владимиром Жигулиным прошлись по новому тротуару, соединяющему поселки Черноморский и Октябрьский. Маршрут популярный и востребованный местными жителями. Однако руководитель муниципалитета остался недоволен качеством исполнения пешеходной дорожки. Между тем обошлась она в поселению в 4 с лишним миллиона рублей. Бетон уже покрылся трещинами вдоль тротуара грязь, мусор и ветви. От подрядчика потребуют устранить недочеты. Кроме того, нужно подумать и об освещении всей протяженности тротуара. Минуя его, глава района прогулялся по улицам поселка Октябрьский и остался откровенно недоволен санитарным состоянием. Рядом со школой открытые заброшенные здания, контейнерная площадка для мусора в безобразном состоянии и в довершении всего открытый водопроводный колодец. Минуя все это, дети идут со школы домой. Кто занимается ЖКХ у вас? У вас есть начальник отдела, заместитель, который есть? Почему не смотрят за хозяйством? Главе местной администрации поручили немедленно заняться санитарным состоянием поселения и стаями бродячих собак, наводнивших улицы. На нашей территории в Черноморском поселении люди занимаются собаками. Приют есть. На одной из сессий открытых женщина же задавала вопрос по выделению земельного участка для обустройства приюта. Мало того, они за свой счет хотели его открыть. С вас только землю предоставить. Вы это сделали? Поэтому вы не знаете, куда этих собак делать. Следующим пунктом рабочего объезда стал поселок Афибский. Находясь в близости от краевой столицы, он динамично развивается и растет. Уже давно здесь ощущается острая нехватка мест в детских садах и школах. Главе района показали земельные участки под строительство новых социальных объектов. На углу улиц Пушкина и Комсомольской сносят аварийные дома. Их жильцы получили новые квартиры по программе переселения. Именно на этом месте планируют возвести детский сад. В скором времени приступят к проектированию. А на улице Андреева есть возможность разместить здание школы на тысячу мест. Распланировать земельный участок можно так, чтобы не нанести ущерба заложенному здесь скверу.